КОНЕЦ Добрый вечер на телеканале «Россия-24» информационный выпуск «Вести Карачаева-Черкесия». С вами в студии Мадина Лайпанова. В Пятигорске состоялось совещание полпреда Юрия Чайки с участием глав регионов округа. В мероприятии принял участие руководитель администрации главы и правительства Мурат Озов. На совещании обсуждалась организация гуманитарной и технической помощи участникам специальной военной операции. Представитель главы государства в округе напомнил руководителям регионов о личной ответственности за решение вопросов обеспечения всем необходимым бойцов на передовой. Юрий Чайка также подчеркнул важность неукоснительного выполнения социальных гарантий военнослужащих, добровольцев и членов их семей. В начале марта военный комиссариат республики получил задание от Генштаба вооруженных сил России, которое касается традиционного отбора граждан на военную службу по контракту. В республиканском военкомате журналистам рассказали об условиях заключения соглашения с теми, кто после подписания документа на добровольной основе поступит в распоряжение российской армии. Как отметил начальник отдела подготовки призыва на военную службу Алексей Кобылко, среди наиболее востребованных специальностей – летчики, связисты, саперы, разведчики, танкисты и водители. Так как на вооружении сейчас находится высокотехнологичное оборудование, пребывающим контрактникам может потребоваться чуть больше времени на подготовку. Особенностью данного набора будет являться то, что в Карачаево-Черкесской республике будет организовано именное подразделение, которое будет базироваться на базе 40-го армейского корпуса и будут комплектоваться гражданами Карачаево-Черкесской республики. Что хочу отметить в первую очередь? Что такое военная служба по контракту? Военная служба по контракту в первую очередь это не просто работа в нашем представлении как гражданских людей. Это деятельность в вооруженных силах, которая осуществляется на добровольной основе после подписания контракта, где главной функцией является оборона и защита страны. Священный месяц очищения души и тела в мусульманской культуре. Завтра начинается месяц Рамазан. Об обязательном посте, традициях и запретах этого периода рассказал председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Карачаева-Черкесии Исмаил Хаджибердиев. Уважаемые друзья, жители Карачаева-Черкесии, вот пришел месяц Рамазан. С завтрашнего дня, иншаллах, начинаем пост. Пост месяца Рамазан. Я бы хотел попросить Всевышнего Аллаха, чтобы он нам дал силы и здоровья все это исполнить в полном объеме. Ведь пост, он был предписан для всех религий. Точно так же он предписан и для христиан, и для иудеев. Каждый по-своему держит. Кто несколько дней, кто месяц. У нас предписан месяц Рамазан. Вот как мы увидим месяц Рамазан, и мы начинаем этот пост. Сегодня вечером уже в мечетях мы должны собраться на таравих-намаз, исполнить это, сделать ният, намерение, и уже с завтрашнего дня начинать этот месяц. В этот месяц человек должен вести себя совсем по-другому. Он должен знать, что это месяц, месяц Рамазан. Если он то, что голодный, начинает ругаться, то от этого благодеяния месяца Рамазан не остается. Вот он должен знать, что в этот месяц он не имеет права ругаться. Если даже кто-то пришел с тобой поругаться, ты должен сказать, нет, у меня месяц поста, я не имею права ругаться, и отойти от него. Кто может это сделать? У нас же как получается? Иблис, сатана, он же у нас всех сидит, и вот он начинает, когда кто-то что-то скажет, вот он в тебя начинает заигрывать. Кто он такой, чтобы тебе такое говорить? И ты начинаешь на него кричать, ругать. Вот это все портит месяц Рамазан. Дай Аллах, чтобы не было таких случаев, чтобы мы всегда знали и держали этот месяц. Месяц Рамазан надо будет выделять фитр, фидья. В этом году мы посчитали, это получается 200 рублей фитр. Это каждый человек подушный, налог называется. Маленький, старый, не зависит. Если он живой и здоровый в этом месяце, то он должен отдавать эти деньги. Потом еще есть фидья. Это уже штраф за то, что мы не можем держать урозу. За это мы начислили 250 рублей. Откуда мы это берем? На базаре смотрим цену пшеницы, ячменя, и оттуда мы выносим эти деньги. Поэтому, когда человек не может сам поститься, болеет из-за болезни, он не может. Вот этот человек за каждый пропущенный день, он должен выдавать 250 рублей. Это та сумма, на которую может человека накормить за один день. Это минимальное то, что мы говорим. Если вы считаете, что это мало, вы должны давать столько, сколько вы сами считаете нужным. Дай Аллах, чтобы этот месяц, Рамазан, он прошел благоденствие Всевышнего. В этот месяц Всевышний закрывает ворота ада и открывает врата рая. И поэтому мы должны в этот месяц делать только доброе, только хорошее. Ведь человека Всевышний создал для того, чтобы он делал добро людям. Этим он является человеком, разумным существом. Ведь животных у них нету разума. Их создал Всевышний для того, чтобы мы смотрели за ними. А у человека есть разум, и этим он отличается. Дай Аллах, чтобы наш разум победил над нашим нафсом, и чтобы мы творили добро. Ассаламу алейкум, ва рахматуллах и таалла, ва баракату. Север-Кавказ Стат подвел итоги выборочного обследования рабочей силы. Ее проводят в целях мониторинга ситуации на рынке труда. Здесь исследуют такие блоки вопросов, как предложение рабочей силы, занятость, безработица и занятость в личном подсобном хозяйстве. Все это мы исследуем и получаем данные, которые характеризуют ситуацию рынка труда, рассказала начальник отдела организации проведения переписей и исследований Северокавказ-Стата Кулистан-Шедакова. И вот какую информацию мы получили по безработице. По итогам 2022 года мы получили такую картину. Число занятых у нас увеличилось порядка на 10 тысяч человек. Да, это где-то на 5% увеличение. А безработных снизилось на 5 тысяч. Снижение где-то в рамках 18%. Естественно, снизился и уровень безработицы. Он составил по итогам 2022 года 9,8%. Если смотреть в масштабах округа, то наиболее низкий уровень безработицы в Старопольском крае 4,3%, а потом уже у нас, в нашей республике 9,8%. Остальные регионы, они так повыше и в целом по округу уровень безработицы составил 10,3%. Сегодня Всемирный день водных ресурсов. Природа Карачаева-Черкесии прекрасна с ее глубокими озерами, бурными реками и ошеломляющими водопадами. Сотни тысяч туристов со всех уголков России приезжают в нашу республику, чтобы полюбоваться уникальной красотой Карачаева-Черкесии. Такие были самые актуальные вести республики на этот час. Я с вами прощаюсь. Далее смотрите нашу постоянную рубрику «Экономика» с Альбиной Ламковой. Здравствуйте. От выпуска к выпуску деловые новости собирают мнения экспертов. Представленная информация, возможно, станет полезной именно для вас. Сфера экономики – неотъемлемая часть мира. Насколько она важна для нашего общества. Что нового и полезного. Событием для делового сообщества Карачаева-Черкесии стал приезд заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова и заместителя полпреда в СКФО Владимира Надыкта. Какие вопросы были затронуты и какая часть отрасли экономики стала наиболее обсуждаемой? Одной из перспективных и привлекательных сфер экономики в нашей республике считается туристическая. Именно поэтому рабочая поездка стартовала с горнолыжного курорта Дамбай. Здесь сезон катания на лыжах и сноуборде продолжается. Туристы наслаждаются отдыхом. Потрясающие трассы, потрясающие горы, потрясающие виды. Прямо едешь и порхаешь над пропастью и чувствуешь себя прям в свободной птицей в полете. Ну здорово, очень здорово. На мой взгляд здесь все хватает. На Эльбрусе, но там более крутые горы. Я не уверенно катаюсь, поэтому Дамбай, они немножко пологие, чем Эльбрус. Поэтому я и выбрала сюда. Приехали первый раз. Пока нам все очень нравится, мы в восторге. Вообще все шикарно. Катались здесь, катались в Архизе. Мы из Нефтьюганск. У меня начинающий уровень, мне, конечно, сегодня было скользковато. Но, в принципе, как бы удержаться можно. Есть инструктора, которые помогают. И как бы проблем особых не было. Так как мы отдыхаем рядом в Архизе, наверное, было как бы грех не приехать сюда и не посмотреть, что здесь. Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров, заместитель полпреда в СКФО Владимир Надыкта, председатели члены правительства республики, посмотрели, насколько развита туристическая инфраструктура. Оценили работу канатных дорог и условия для катания. Одновременно гости вдохновились красотой снежных вершин и насладились чистым воздухом. По результату осмотра был принят ряд действенных шагов в развитии горнолыжного курорта. На сегодняшний день, на мой взгляд, достаточно неплохо развита вся горная часть, с учетом того, что перспектива и строятся дороги. Соответственно, в этом году еще две канатные дороги будут. Да, наверное, можно модернизировать. Добавляются трассы еще. Тоже республика строит дополнительные, расширяет трассы, приводит. А вот с самим поселком, конечно, здесь большая проблема. Тоже мы обсуждали о том, что нам надо будет совместно сейчас делать мастер планирования, соответственно, нарисовать перспективу, потому что много, соответственно, есть объектов незавершенных, фактически треть объектов незавершенных от общего количества. Вся инфраструктура, уличная дорожная сеть, она достаточно хаотичная. За последние несколько лет в рамках мер федеральной поддержки работа по улучшению инфраструктуры не останавливалась. Строились канатные дороги, расширялись горнолыжные трассы, возводились отели. В недавнем времени создали туристский информационный центр. В будущем он позволит сконцентрировать сферу оказания разнообразных услуг. Верно, горнолыжный курорт развивается, но все же для продуктивного развития необходим мастер-план. В заключении поездки было принято решение о его подготовке. В нем будет сформировано общественное пространство в едином архитектурном стиле. Именно для этого была организована поездка в Дамбай. Суть приезда в том, чтобы определить точки роста в Дамбайе, определить места общественных территорий, где люди смогут комфортно проводить время, определить необходимую инфраструктуру, которая дальше позволит развиваться как поселку, так и склонам. То есть, в принципе, задача такая большая и концептуальная, которую мы планируем начать делать. Вы знаете, что газификация будет в этом году в Дамбайе. Опять-таки, регион занимается водоснабжением, водоотведением проблематикой. Дальше, в любом случае, федеральное участие, федеральная поддержка необходима. Затем делегация направилась в Черкесск. Здесь прошла встреча с бизнес-сообществом. Предприниматели озвучили предложение по корректировке федеральных мер поддержки. С удовольствием занимаюсь производством головных уборов. Очень хорошую поддержку мне оказал центр «Мой бизнес», в том числе Диана Казимовна. От них, помимо практических, скажем так, навыков, как всем этим заниматься, как входить в этот бизнес, очень много было советов. И, вы знаете, я благодарна им. Они дали мне возможность съездить на выставку. Опыта дает. То есть, можно где-то что-то увидеть, трансформировать как-то чуть-чуть по-другому, преподнести свое видение этого. И даже живое общение человеческое с людьми, с бизнесменами, женщинами, которые сами строят свой бизнес, дает нам, мне лично, уверенность в себе. Фатима Абзеева отметила, что встреча с соратниками по бизнесу дает поиск новых возможностей в точке отчета и поддержки новых идей для собственного производства. В результате ресурс Министерства экономического развития позволяет скоординировать всех участников процесса. Причем речь идет не только о финансовой, но и экспертной кадровой поддержке. Важно, чтобы этот диалог продолжился и дальше, уже в рабочем режиме, через конструктивное общение. И главное – увеличение числа реализованных проектов, отметил Сергей Назаров. Есть серьезный потенциал. И мы понимаем, что буквально мы сейчас посетили тамбай, который, как туристический класс, наверное, имеет очень серьезные перспективы. Завтра хотим посмотреть, как мы с уже, собственно, с новым собственником, который приобрел этот актив и с серьезной перспективой развития этого направления горнолыжного. Полностью открытый диалог к участию в работе нашего Координационного совета «Работчий друг». Мы пригласили и РСПП, и опору России, и голову России. Привлекательными для инвестиций в наши республики считаются такие отрасли экономики, как туризм, животноводство, выращивание и переработка овощей и фруктов. Инвестиционные проекты по ним стали отдельной темой для их обсуждения. Все мы понимаем, что бизнес играет важную роль в развитии любого региона. И в условиях санкционного одобрения, в условиях внешнего одобрения, нам необходимо выработать те меры, которые будут идти на пользу бизнесу. Мы понимаем, что необходимо снизить герократические полночки, которые возникают. В контексте проведенной дискуссии с бизнесменами, представителями власти, институтов развития и банков было отмечено и то, что уже создано для развития экономики нашего региона. Обсудили, какие механизмы помощи считаются приоритетами для эффективной работы, а какие федеральные меры поддержки необходимо изменить с учетом перемены условий в деловой среде. Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров вместе с членами правительства республики посетили еще горнолыжный курорт «Архыс». Что впечатлило федерального чиновника, расскажет Али Баташев. Мне нравится, чтобы были хорошие трассы, прям такой пухлячок, снежок, чтобы не особо много народу, чтобы кататься в свое удовольствие. Мне вот это нравится больше всего. Алия Курман-Галиева приехала с Урала, от Джохарта-Таркулов и станицы Зеленчугской. Туристы из России и других стран любят всесезонный курорт «Архыс» и наслаждаются здесь горнолыжным спортом и великолепной природой. Катаюсь с начала сезона, тут кучу людей. Что бы хотелось здесь улучшить? Добавить еще трасс, побольше. Не хватает, мало. А очереди вот на канавках, там ничего, все нормально? Очереди. Ну, высокий сезон, само собой, они везде бывают, эти очереди. Ну, я думаю, с увеличением курорта, который, я думаю, планируется потихоньку, очереди будут меньше. Мощность курорта «Архыс» будет увеличена, заявил после осмотра объектов инфраструктуры «Архыза» заместитель министра экономического развития Российской Федерации Сергей Назаров. Это увеличение фактически мощностью курорта в два раза. И здесь есть некие ограничивающие факторы близлежащие. Вот, допустим, с точки зрения поселка Архыс. Там мы договорились вместе с субъектом о том, что мы поможем, подготовим мастер-план, под который должен быть скорректирован генплан и правила застройки землепользования, потому что много незаконных объектов строения. И, соответственно, это точно не создает какой-то привлекательности к курорту и комфорта для вообще отдыхающих. И, собственно говоря, Софийская поляна, наверное, тоже в этой же плоскости рассуждения. «Архыз Софийская поляна и дорога на Пхию – приоритетное направление развития», отметил Сергей Назаров. «Чтобы это было действительно привлекательным местом, организованным для туристов, с формированием маршрутов, причем разных, как и пеших, как конных, велосипедных или маршрутов автомобильных, которые, в общем-то, есть что смотреть действительно привлекательно. Ну и по дороге – это отдельный вопрос, там, собственно, было отдельное поручение рассмотреть. Это вопрос соединения курортов Архыза и Красной поляны. И частично эта работа там с субъектом ведется. Вот проект дороги до кислых источников, он не закончен, его надо заканчивать. Ну а дальше, я думаю, что там возможные вопросы, вернее, возможные варианты строительства дороги в рамках концессии. То есть это вопрос пока в стадии обсуждения, но я думаю, что будем искать варианты решения». Это позволит сделать курорт более привлекательным для туристов, поток которых с каждым годом растет. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Архыз. Многие жители республики уже начали активно готовиться к дачному сезону. Они закупают необходимые семена и средства защиты на будущий урожайный год. Некоторым из них требуется консультация в этой области. Они ее получают в Россельхозцентре. Для этих целей был создан информационно-консультационный пункт. Здесь специалисты оказывают услуги сельхозпроизводителям, владельцам личных подсобных хозяйств, садоводам и огородникам. «Часто-часто приходим». «Ну и как вам семена?» «Очень хорошие. Каждый год приходим. Обслуживают отлично». Спрос рождает предложение. Истина. В несомненном высказывании убедились специалисты Россельхозцентра, создавая информационно-консультационный пункт. Предпосылкой в его открытии послужили обращения сельхозпроизводителей, фермеров, садоводов и огородников. Здесь дипломированные специалисты информируют о современных методах защиты. Подберут семена и посадочный материал, который будет отвечать самым высоким требованиям качества. «Мы давали только консультации. А тут, получается, у нас уже есть средства защиты растений, семена, минеральное питание. Тут не просто можно получить консультацию, но уже можно сразу же, специалисты подберут, по какому вредному объекту, тот или иной препарат, который разрешенный справочником пестицидов и нормой. Если норма будет больше, то это будет вред». За последний год значительно пополнился ассортимент предлагаемых препаратов и удобрений. В информационно-консультационном центре представлены семена овощных культур собственного производства. «Они имеют логотип в ГБУ Росельхозцентр. Все семена проверены в нашей лаборатории, соответствуют по всхожести и по урожайности заявленным». «Лучшие импортных?» «Безусловно, наши семена лучшие импортные. Они адаптированы к нашим условиям, они все районированы. С того года мы перешли уже на новые пакетики с евроотверстием. Они упакованы в двойной пакетик, что повышает срок хранения и гарантирует качество семян». Процесс от подготовки почвы до сбора урожая специалисты Росельхозцентра берут на себя. По заявкам выезжают в хозяйство, проводят консультации, отбирают образцы для проведения испытаний в лабораториях и сообщают результаты. Выдают рекомендации для дальнейшей защиты растений. «Когда ты уже увидишь, посмотришь под микроскопом на микроуровне, тогда ты уже будешь точно уверен, что ты ему поможешь. И нам очень многие звонят, и всегда мы говорим, чтобы они принесли, чтобы уже точно быть уверенным, что ты человеку поможешь. Он не просто потеряет время, средства и потом в итоге растение. То есть 50 на 50, мы так не работаем. Мы уже работаем 100% результатов». Еще в информационно-консультационном пункте можно сдать использованные батарейки. В дальнейшем, учитывая спрос населения, планируется расширить перечень оказываемых услуг. В стране получен высокий урожай сельскохозяйственных культур. В этом немаловажную роль сыграла сложная работа специалистов Россельхозцентра. Его сотрудники организовали эффективную работу по фитосанитарному мониторингу сельскохозяйственных территорий. Провели анализ качества семян и продовольственного зерна, обеспечив защиту прав потребителей от недобросовестных участников семенного рынка и рынка средств защиты растений. Учреждение активно развивается, осваивает новые технологии и готовы выполнять поручения Минсельхоза России. Россельхозцентр оперативно информирует надзорные органы о выявлении карантинных вредителей, болезней и сорных растений. В современном агропроизводстве все больше внимания уделяется сохранению естественного баланса сельскохозяйственных экосистем, которое невозможно без использования биологических средств защиты растений. Некоторые направления у нас носят коммерческий характер, иные пока еще представляют чисто научный интерес, если так можно выразиться. Кроме грибов и тюльпанов у нас, как я уже сказал выше, и выращивание семенного картофеля безвирусного, реализация семян, сельхозкультур, реализация средств защиты растений, минеральных удобрений, как для небольших фермерских хозяйств, так и для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, для дачников. Также у нас в перечне платных услуг и опрыскивание, сельхозугодие, вспашка. Сейчас у нас идет, в данное время, анализ качества семян. То есть люди готовятся к посевной, анализ качества семян. Дальше у нас пойдет, в зависимости от периода, периода вредителей растений, болезни, сорная растительность. Ну и к осени уже сбор урожая, опять оценка качества зерна, клубневой анализ. Система быстрых платежей. Это сервис Банка России, который позволяет в любое время совершать межбанковские переводы по номеру телефона. Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут принимать оплату за товары или услуги, в том числе по QR-коду. С момента запуска системы в 2019 году было проведено 436 миллионов операций на сумму свыше 2 триллионов рублей. Воспользовались системой быстрых платежей более 9 миллионов человек. Оплату через нее внедрили более 240 тысяч предприятий. Из них 90% малый и средний бизнес. Клиенты выбирают систему быстрых платежей за то, что не нужно вводить данные карты. Бизнесу же приходится ждать несколько рабочих дней, когда деньги окажутся на счете. Такое отражение экономическая действительность Карачаева-Черкесия нашла в нашем выпуске. Пускай все у вас в жизни множится и растет. Прибыль, успехи, здоровье и доход. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова